В Нидерландах одним из самых главных русских писателей считается Паустовский. Это последнее дело, если автор что-то сочиняет, думать, как это прозвучит на другом языке. Но это вообще очень опасный путь. Я русский автор и пишу по-русски. Переезд в Ригу очень поменял какие-то вещи внутри. В Риге я продолжаю писать стихи, притчи, новеллы, публикуюсь. Такое взаимодействие очень важное сейчас, в это время войны. Станция «Вавилон». Художники-политика. История и цензура. Книги и достоинства. Города и люди. Пересечение границ. Хроники времен сторжения России в Украину. С вами будет Елена Фанайлова. Русская литература в изгнании. В этом выпуске вы услышите современных авторов в эмиграции, куда они добровольно отправились после российского вторжения в Украину. Во второй части российская феминистская поэзия в Риге, а в первой встрече с писателем Максимом Осиповым в Вене на конференции под названием «Другая Россия. Литература во время войны». Максим Осипов – один из лучших российских прозаиков, мастер короткой прозы, лауреат нескольких литературных премий, переведен на многие европейские языки. Одновременно он практикующий доктор, основатель общества помощи Тарусской больницы. Подписал открытое письмо против вторжения России в Украину. После 24 февраля 2022 года эмигрировал. Сейчас работает в Голландии. Выпускает литературный журнал под названием «Пятая волна». Начнем с вопроса Эриха Кляйна, венского литературного критика и философа, организатора конференции «Другая Россия. Литература во время войны». Это две разные моменты или это небольшая разница? Жизнь до начала войны и после, когда вы приняли решение издавать этот журнал? Конечно, это громадная разница. Жизнь совершенно переломилась. Просто одна жизнь закончилась, но, к счастью, другая началась. Кроме того, насчет «решил»… Ну, знаете, какие-то самые важные вещи, они происходят не при полном блеске сознания вообще. То есть я могу легко объяснить, почему я купил машину «Субару», а не «Тойота», хотя это совершенно одинаковые машины. А почему я, например, стал врачом или женился, или уехал в Тарус, мне объяснить гораздо тяжелее. Почему я уехал из России, тут, по-моему, совершенно понятно. А что касается журнала, то мои голландские издатели предложили мне делать этот журнал, а поскольку я уже был издателем в предыдущей жизни, я издавал такие толстенные медицинские книжки, переводы с английского на русский, в основном медицинские, но еще там и богословские какие-то вещи издавали, или, например, музыкальный словарь Гроуа. То я хорошо знаком с процессом. Ну и, кроме всего, эмигранту вообще свойственно на все говорить «да». Там меня приглашают сходить на футбол, я не был на футболе 40 лет, я сходил уже на футбол даже два раза. Звонит женщина, мне незнакомая, предлагает прокатиться по каналам Амстердама. Я спрашиваю, кто вы? Она говорит, я патологоанатом из Амстердамского университета. Я говорю, ну да, конечно, кто же откажется? Так что, ну, на все говоришь «да». Ну и здесь тоже, да. У Тэфи есть рассказ, который начинается словами, там, когда генерал стоит посреди Парижа и говорит, да, все это хорошо, господа, но ке ферте, ферте ке. Ну вот, это одно из... То есть в вашем журнале публикуют свои тексты авторы из России, то есть русскоговорящие авторы, которые живут тоже, например, в Израиле или в США. И этот журнал очень быстро развивался. В течение только одного года вышли уже три номера. И как это произошло? Почему это так быстро растет? И почему такая большая потребность? Растет в соответствии с теми обязательствами, которые я на себя взял, издавать его раз в квартал. Что касается того, где живут наши авторы, ну, меня сначала коробил очень слово русскоязычный, потому что в советской традиции этот термин был закреплен очень за антисемитами, узурпирован антисемитами. То есть русскоязычный поэт Мандельштам versus русский поэт Есенин, скажем. Но в последнее время я как-то стал привыкать к нему и стал его использовать, потому что, скажем, украинские писатели, пишущие по-русски, им никак не хочется называться русскими. А это именно русскоязычные авторы. И русский язык вообще он не принадлежит ни государству, разумеется, ни даже стране России, но всем, кто говорит, пишет, читает, видит сны по-русски. Действительно, можно сказать, что наши авторы живут в России и в других частях, ну, можно сказать, и в Украине, или в Израиле, и в других частях мира. Да, я прочту рассказ, самый короткий рассказ, который я написал, причем написал его очень быстро, буквально за два дня. Он состоит из всего трех абзацев, правда, довольно больших, и имеет некую предысторию, он называется «Большие возможности». И он был написан 20-21 сентября 21-го года, незадолго до войны. Вообразите себе возможности. Скоро у него будут большие, практически неограниченные возможности. Он настаивал именно на возможностях, которые перед ним откроются непременно, причем в самые ближайшие времена. Пусть она имеет в виду, говорил он, что у него все хорошо и теперь, прямо отлично, много лучше, во всяком случае, чем она может себе представить. Она, разумеется, никак не представляла себе ни теперешних его возможностей, ни тем более тех, на которые он намекал. Ей всего-то надо было от него, чтоб довез поскорей. Уже и не вспомнишь, куда в редакцию, в гости, в театр. Ей что же, выходит неинтересно послушать, кто он такой? О, она, кажется, знает, но и не станет произносить. Еще один приставучий, болтливый водитель, Гордончик. Одно из нескольких слов по-армянски жаргонных, которым ее научили друзья. Гордончик, несмотря на проблемы с гласными, куда благозвучнее, ласковее, чем бомбила по-нашему. Хотя означает ровно то самое. Это Москва. Каждый второй автомобиль тут такси. Только поднимешь руку и... Сколько? А сколько дашь? Нет, он не бомбила. Этот все продолжает бубнить. И машина, на которой они сейчас едут, она не его собственная, а служебная. У самого у него имеется совершенно другая тачка. Другой, как он выразился, аппарат. Но он не собирается его на наших колдобинах убивать. А подобрал он ее не потому, что нуждается в деньгах. С ударением на первый слог, очень по-местечковому. Хотя уж кем-кем, а евреем он быть не мог, но и на русского не похож. Коми, чуваш, удмурт. Маленький, но с громадными, по его словам, возможностями впереди. Быстрый, дробный такой говорок и быстрая, но аккуратная в целом манера вождения. Лицо хоть и не безобразное, но и не выражающее ничего. Ему, продолжает он, полагается личный водитель. Однако он предпочитает все делать самостоятельно. Уж не ради таких львов встреч. Впрочем, ей-то какое дело. Остановите вон там. Так она, пообедать, поужинать, вместе покушать. О, Господи. В зеркало давно смотрел на себя. Нет-нет, зачем обижать? Да и его ухаживание, так это назовем, было не наглым, а каким-то наивным, автоматическим, глупым до чрезвычайности. Не удаль, не ум, не талант, а большие возможности. Вот чем он пытался ее соблазнить, привлечь. Из человеческого, пожалуй, что только дефект речи. Детский какой-то. Он смешно выговаривал букву Ша. Попробовал оставить ему то ли 200 рублей, то ли 20 тысяч. Она совершенно не помнит, какие суммы были тогда в ходу. Отказался. Сунул ей карточку с личным номером. Сказал, он этот номер вообще никому не дает. Никогда. Почти. Так что, если она передумает, о, непременно. Мерси. Победа, подобно этой, не приносит и тени радости. И она никогда бы не вспомнила низкорослого гордончика. Мало ли кто волочился за ней до и после. Хотя так нелепо, как он, мало кто. Если бы не случай, не происшествие, сильнейшим образом изменившее жизнь. Утром рано пришли шестеро и собака. 18-летнюю дочь ее посадили в машину и увезли, а квартиру перевернули вверх дном. Хотя у них шел ремонт и казалось, сильнее переворачивать некуда. Выяснилось, что есть еще как. Страх за дочь, ощущение того, что все происходит ни с ними, ни с ней. Стыд от сваленных в кучу белья, старых писем, фотографий родных. И чувство, что надо бороться, конечно, звать адвокатов, говорить гадости этим жлобам. Но жизнь, в общем, кончилась. Что вы ищете, господа? Какие они, к черту и господа? Граждане, на каком основании производится обыск в моей квартире? На основании ордера. Вот, экстремизм, терроризм, анархизм, записи в сети интернет, когда надо будет, ей объяснят. Только собака вела себя более или менее пристойно, походила, понюхала и улеглась безучастно. Она дала собаке воды. Это что? Спрашивает ее старший, и впервые в его голосе слышится интерес. Профессионал обнаружил в старой сумке на антресоле взорванной подкладкой карточку. Имя, фамилия, номер ту самую. Дайте сюда. Она выхватывает карточку из рук старшего и, не дав себе времени сообразить, что именно хочет сказать, звонит. Слушаю, сорактерно мша. Разговор их длится едва ли минуту-две, да и говорит-то она одна. Слезы, клятвы, мольба. Не время стесняться. Он, наконец, произносит все тем же бесстрастным тоном, которым рассказывал ей про возможности. Передайте трубку старшему. Тот выходит, потом возвращается. Значит так. Закроем ее надолго, если до вторника не выйдет из страны. По номеру этому никогда не звонит. Поняли? Усмехается. Идите в отделение, забирайте свое сокровище. Цезарь, за мной. Ушли. Жизнь отымела смысл. Надпись, сделанная на заборе. Автор надписи неизвестен. Часто хорошее, самое лучшее, автора не имеет. Как частушка. Пословица. Анекдот. И теперь, спустя сколько-то лет, немало, потому что дочь ее за это время закончила университет в Лиле, московские подруги и друзья дочери, такие же, в общем, девочки и мальчики из хороших семей, успели отсидеть в тюрьмах и лагерях, кто весь срок, а кто часть его, им дали от 7 до 12. А сама она после многочисленных приключений и переездов оказалась в собственном доме на юге Франции. И, конечно, все эти годы она краем глаза, боковым зрением, следит за карьерой своего, необходимо признать, благодетеля, водилы-бомбилы, гордонечка, следит с ужасом. Поскольку то там, то сям, в Африке, Азии, а то и на родине, он непременно оказывается в центре какого-то немыслимого, непредставимого зла с нарушением всех божеских и человеческих правил, пока, наконец, на глаза ей не попадается сообщение о том, что его наградили звездой, орденом, во второй уже раз, но теперь, однако, посмертно. Что пытаясь спасти экипаж и так далее, малоправдоподобная чушь, без попытки поместить в нее истинные подробности. Впрочем, им и не место тут. Он погиб смертью храбрых, и с ним еще столько-то человек. И ей, как и всем комментаторам, совершенно ясно, что вся эта официальная болтовня должна только скрыть, утопить в себя то позорное, гадкое, что случилось на самом деле. Пьяную смертную охоту, политическое убийство или что-нибудь в том же роде. Как странно думает она, подкрашенный, припудренный, он лежит теперь со своими огромными, неограниченными возможностями в дорогущем гробу и ждет, когда под прекрасную музыку, которую вряд ли любил, его похоронят на самом, что ни на есть, лучшем кладбище, рядом с писателями, артистами и композиторами. А хотела ли бы она, чтобы сообщение о самой гибели его оказалось ложным? Нет, такой вопрос себе лучше не задавать. Ей-то он сделал только хорошее, тогда как всем остальным только плохое, судя по тому, какую про него пишут и говорят жуть. Хорошо, жалко ли ей этого маленького человека с детским дефектом речи? Она ведь ему обязана, пусть не жизнью, но очень и очень многим. Свободой дочери, этим вот югом Франции. Может и жалко. Чуть-чуть. Мы вернемся после объявлений. Говорит радиостанция «Свобода». Вы слушаете первую программу «Радио «Свобода». Говорит радио «Свобода». Добрый день, говорит радио «Свобода». Радио «Свобода». Всегда вместе с вами. Русские авторы в эмиграции. Сейчас рижская часть подкаста. Она записана в книжном магазине современной литературы «Новая Рига» на чтениях феминистской поэзии. Переезд в Ригу очень поменял какие-то вещи внутри. Моя прекрасная рижская приятельница отвела меня в Академию художеств. Там очень красивый цветной витраж. Он как будто во мне перезапустил программу такой очень большой любви к Серебряному веку русской поэзии. Читаю и саму поэзию, и биографии поэтов. У меня вот такая вот появилась тайная комната исследований, которая мне очень помогает. Последние два года это стало таким своеобразным спасением, опорой в это время. В Риге я продолжаю писать стихи, притчи, новеллы. Публикуюсь. И это для меня важно, потому что это и взаимная поддержка, и сотрудничество в это время войны. Это говорит Мария. Она пишет под ником или псевдонимом Ульянова. Буду читать стихи последних двух лет. ЖИ и ЗНЬ. ЖИ просвистела во ржи и во лжи. ЗНЬ впереди еще прозвенит, лязгнет, и некого будет винить. И все, что останется, ЖИ полюбить во всех ее язвах. ЖИ прожужжала в чищебе среди бурелома. Шла без тропинки капушки, платок потеряв. ЗНЬ пулей застряла в январском скрипучем сугробе, легка невесома. В лоб ЗНЬ летела, смеялась скрипичная малость и вмиг не сбылась. ЖИ в метро, в электричках, на скромных подачках, кружа в старых платьях случайных танцулек. ЗНЬ грохот внезапно упавших сосулек, чьи зубы акулии и виск хрусталя дворам сообщают, что это не я, бокалы, а лишь ледяная земля нарушила тишь. И дрогнули хором окрестности ломаных крыш. Ишь, изнь, февраля. Выбегала на поле молний с полным ведром беды. Выло на бароне, вилами обороны. Вороны на меже, черной тесьмой уже, заняли ложу, знати, на похоронах. Сдюжила, ожила. Возжи и тетива, ножны и жернова, жатву вержат под ливнем. Ночью зарыгает жар, птицу поймав, не жарь, стиснуто, чуть дыша, вой на звезду надрывней. Войско летит по равнине, красных коней ряд. Красный конец нам, красный скворец в дом. Имени твоему, красную тетиву. Красной свестишь стрелой. Злой же ты, злой. Раненая в меже, рваного поля молний. Ржавым ведром боль на боку лежит. Дальше стихотворение «Круг», одноименный рассказ у Набокова. Я его написала после чтений. Здесь есть такой прекрасный клуб «Фиеста», где читают стихи Хлебникова, Маяковского, Елены Гурова, поэтов серебряного века, русского авангарда. Такая ночь, что только фары вдали зеленой золотой фольгой и чешуя черна брусчатки. Змеется дождь по улицам из бара, бежит продрогший дурной домой. Так мало фонарей, как в темной сказке, но не со злым лицом, а с утомленным и без ласки финальным письмецом. Вы задолжали, вы не дорожили, и вот теперь вы под дождем, а мы рожали, мы урожаи жали, но мы от вас не объяснений ждем, а ордер шлем. И держит ордер человек усталый, на бланке синие чернила, как будто жизнь слегка отстала, а смерть мизинчик прищемила. Пора садиться в черное авто и уезжать навстречу, ли рассвету, ли расстрелу пулей сквозь пальто, в те дни, где нас и не было, и нету, в то дно, где вы никто и никому ничто. Война идет уже который год, вздыхает человек и ордер мнет, война идет вперед, ломая лед, идет волной взрывной озверелой, куда же денусь я теперь такой, озеленелый, целый. Стены скорее пакуя в мешки и паркет в чемоданы, рваные раны рифмуя с равниной и дрожью. По кругу бежит человек, придавленный ношей, с перекошенной речью, всегда и всему наутек и только навстречу, бежит туда, где фары, вдали зеленой, золотой фольгой. Вместо венца впереди не приведи привидения, господи, оспопади падения, а ты все ждала, ты слишком знала продолжения. Адресат выбыл, адресат окна выбил, адрес выжжен дотла, голубя не присылай вместо письма. А та, которая стоит среди толпы бегущей, в бирюзовом платье, врастая каблуками, окаменевшая среди, Она, пойди, все ждет, цветущей, веками, а не взрывной венками, что впереди. Но в темноте на ощупь к ней идет привидение, пулемет, пальцы растопырил выбывший адресат. Вот начало конца, страница весны, повой заборный вместо венца. Знай, где граница, жди своего живца. Улья Нова. Стихи о войне России против Украины, как она отражается в сознании пишущей женщины. А теперь читает Елена Глазова. Она одна из самых радикальных русских поэтесс или поэток. Как вам удобнее? Дискуссию о феминитивах здесь опустим. Если мы остановимся в машине на обочине и начнем сцену орального секса, то все ездоки из соседних машин захотят того же. Тебе придется их всех удовлетворять. 5-10 человек за раз. Тогда ничего не останется, как на заднице вытатировать слово «шлюха» и открыть OnlyFans аккаунт. Тебе придется дрочить на камеру и удовлетворять запросы непривлекательных мужчин. Можно будет забыть о карьере в серьезной институции, так как ты 10 раз нарушишь кодов контакт, опозоришь родную институцию, и она от тебя отречется, низвергая твое существование обратно в ад, из которого ты нечеловеческими усилиями выбралась наружу, но в то же время от времени замечала завывание, доносящиеся из-под полы верхних слоев этой скорбной обители. Можно подумать, что нас трахнул гипер, но мне плевать. Жан Жене. Пока техно-гипер трахает кого-то на экране, мы сокрушаемся. 2 евро за бесполезную игру. Название «секс-гипер» оказывается надувательством. Это простая стрелялка, бонусом предлагающая нарезку сцен сомнительного эротического содержания. У гипер модная стрижка с выбритыми боками головы, он обворожительный технопанк, огромный как Боров и неистащимый. Но это все подстава, никакого секса в игре там нет. Просто развод на бабки. Модные х**еры, модные девицы, в тех на очках и черных шмотках. Это плата за пункт в развитии цивилизации, как нам объясняют с другого экрана. «Если бы проститутки были дешевле, мы бы никогда не встретились», — говорит чей-то циничный голос. «Тогда бы институт брака не выстоял. Никто не хотел бы связывать себя обязательствами. Проституция — это плата за моногамию, необходимая жертва на очаге, зачахлого института брака. Проституция не выдержала бы напора режима промыскуитета. Если за секс больше не надо платить, то зачем нужны секс-работники? Можно ли рассматривать секс как товар, секс как рабство или работу? Брак — это узаконенная форма проституции, просто очень долгое обслуживание единственного клиента. «Вспышки бытия, снятые на чужой телефон. Сними на свой. Мой остался в сумке. Это аффектация мгновенности. Можно ли определить сущность через мгновенность или только через протяженность?» — попрошает Блайнберг в «Весьме Спинозе» в 1665 году. «Может быть мгновение иллюзорно, или эти ветки и стволы, начинающиеся листья, маячат как наваждение. Вспышка света на холме, с которого они спускались, запыхавшись и заглядевшись. Время света пришло и побеждало, пока они карабкались вверх по заброшенной деревянной трассе, заботливо проложенной для школьников-бабсиклеистов, лящейся несколькими уровнями вверх, оканчивающейся внезапно в никуда, грудой щепок. «Состояние невесомости было достигнуто мной сегодня», — говорит она уверенно своему партнеру. «Это состояние достигается во время секса с правильным человеком», — как завещал Тарковский жертвоприношений, — «половой акт заседания Земли». Каждый раз Земля создавалась заново, планета была спасена от разрушения, останавливались Хирошима и Холокост, людские жертвы пресекались, разлик рациональной агрессии был вылечен и истощен, пока она висела в состоянии невесомости с правильным человеком. Все хвори исцелялись, и время останавливалось в спальном районе, недоступном для знанонамерений». Сильное эротическое переживание в депозитарии. «Давай я покажу тебе, как сдается депозит». Палец жмет на кнопку в панели приборов. Резиновое отверстие открывается по сигналу. Резиновый контейнер утекает вглубь. Пластиковые бутылки утекают в отверстие. Плюс 10, плюс 10, плюс 10. Огромная пластиковая бутылка входит в отверстие, зевающее ртом. Бутылки входят одна за другой. Вдруг остановка. Это неправильная емкость. Бутылку надо распрямить. Тогда она входит правильно. Параллельно этому рядом благоухание алкоголика, запах перегара и блевотины. Истеричный бездомный достает бутылки из огромного мешка. Он целый день ковылял по району и, наконец, прибрел с добычей. Он осклабивается и блеет. Это ответственный гражданин. Он думает об инвариантальной проблематике. Перегар, блеяние, пластик входит в металл и резину. Отверстие зияет, отверстие принимает бутылки. Резиновые пластины утекают вглубь. Пластик, металл и резина. Пластмассовый секс с машиной прерывается в выдаче талона. Мы выиграли счастливый билет. Мы удаляемся умиротворенные. Елена Глазова. Комментарий Юлии Подлубновой. Филолога, феминистки, исследовательницы русской современной литературы. Во-первых, для феминизма важен тезис лично, это политическое. Когда ты говоришь о личном, когда говоришь о своей идентичности, о своих практиках, о своих травмах, ты на самом деле говоришь не о себе, не только о себе. Ты говоришь обо всем, что вот входит в эту проблематику. То есть если ты рассказываешь, как тебя изнасиловали, условно говоря, ты рассказываешь не только про свое изнасилование, ты проблематизируешь эту тему. Очень у многих эта тема резонирует. То есть личное действительно это политическое. И фем-литература, фем-поэзия, она заряжена на борьбу с насилием домашним, бытовым, сексуализированным и политическим насилием. Не случайно, например, Галина Рынбулу, вот это вот самое известное свое стихотворение, поэтический текст «Моя вагина», заканчивает, что это боевая вагина. Фем-поэзия и вообще фем-проблематика, фем-высказывание, оно заряжено на политическую. И на самом деле это не открытие, опять-таки, фем-поэзии новой волны. Проблематизация насилия как такового, да, насилия в самых разных формах, очень грубых формах, она была, была в русскоязычной поэзии. Мы говорили про Оксану Васякину, Галину Рынбуну, есть еще, например, Ирина Котова, есть Лида Юсупова. А теперь послушаем стихи самой Юлии. Дискуссии и чтение в Риге происходили в первые дни после гибели Алексея Навального. Хочу я начать совсем даже не с феминистского текста, а просто с текста, который, мне кажется, я должна была сегодня прочитать. Первое. Уходя в гермошлеме дождя, забирая влево, в повальный-навальный, через сибирский, прощальный, аэрофлот, в личный проект, одиночество, или куда ведут все компасы неполноценности, в гробовое молчание, в имя крыла, отечество, отчество, повторение, яуза злая, яуза злая, конституцию зачеркнуто, констатацию, воробей птица. Второе. А потом приходят ингибиторы обратного захвата серотонина, спрашивают, есть ли у тебя золотые кровяные тельца, кто ощупывает сверху доночи твое лицо, помнишь ель, махавшую из твинпикса. Это было написано в двадцатом году. Март. Первое. Твоя икея разбивается, разбивается и кровенит, перестраиваясь, философского на склифосовского, зашей мне душу, через шесть часов столбняк, кричит в матросской тишине, Москва похожа на подследственную пытку. Второе. Есть то, что с нами не случилось. Я. Пятое. Март сокращается до МРТ. Ну вот из предвоенных. Здравствуй, день работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, буровая партийная установка, идущая на посадку, нефть на вылет. Здравствуй, русский космос, 12 апреля, без секса, смеха, сахара и, как водится, человека. Кому какие ангелы являлись, их ватнопутинистость, нольфеминность. Или 8 марта, идет насмарку, в пенелине забудка-забудка будь. Девочка, как тебя зовут, Ада? Кто твоя мать? Всем фалопиева труба. Или вот военная. Страшная Америка придет за твоими детьми. Нищая Европа будет молить копеечку. Сало красоты читает вывески русский фашист. Так что теперь мы в лучшем случае альманахини. Из эф-письма эмиграции. Война теперь навсегда с разной интонацией. Отец наций и родина мать абортов. 30 ноября. Какие там леса с грибными килограммами и ягодными литрами. Какие бары ли ненависти и бары нефти. Кто там выходит на митинги фрустрации, наблюдая сезону прострации, шоу деменции. Про рок и про поп. Про телевизор и замедленного действия. Про то, как поселят тебя казенного ребеночка и скажут оплатить еще за принудительную диспансеризацию. ПТСР. ПТСССР. Как вариант, поэт СССР, поэт СССР. Крестик на шее не колется. Мефедрон в полицейской руке дающий не кипит. Жалко всех, говорит Наташа. Кузнечиков в траве, белку на дереве. Жалко, повторяю, жалко. Саша в Армении, Настя в питерском колодце. А где надежду, никто не знает. Нет, еще многие держатся. Да, к нам уже приходил товарищ Тяжелов. Предлагал попрощаться. Со временем благодарности, с сестринскими утопиями. Я монстр, что говорит с вами. То Фукуяма, то Канава. Домом, который до. В латинской раскладке Львив. Нет, лучше расскажите, как Пушкин был девочкой. Прятался в Одессе от царской милости. Разбитое сердце должно звенеть среди каменного солнца земли. Да, уже заходили гробосеки. Нет, из Киева дядька уже не звонит. Ну и последнее. Когда салюты отгремят суставами, и маленькой девочке скажут, но все, не больно. Перестанет быть страшно по мобилизованному телефону. Останется дыра в городе у моря. Злопарк укреп района. Земля еще будет подрывать себя изнутри, как будто невозможно смириться с тем, что в ней еще не лежит. Из гребницы лезут пальцы. Это зачеркнуто. Посмотри, горизонт не искул от самолетами. Волны бумажно рвутся у самого берега. Вот тогда, только тогда и вспомнишь. Хоть облокадный Ленинград, хоть дроздовый Дрезден. Хоть новую старую ремарку. Так и выглядит нефтяной фашизм. Черный от невозможности. Быть не собой. Ну или что-то в этом роде. Только живи. Юлия Подлубнова, Елена Глазова, Улья Нова. Новейшая поэзия феминисток в эмиграции. В первой части вы услышали писателя Максима Осипова. С вами была Елена Фанайлова. Станция Вавилон. Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, Spotify, на сайте Радио Свобода в разделе подкасты, а также в нашем YouTube. Ставьте лайки. Пока-пока. Редактор субботу.